Более шести миллионов человек уже покинули Украину с начала войны. Но бежать из своей страны вынуждены и россияне, особенно те, кто работает в СМИ. Одна из них, Лена, нашла убежище в Будапеште. И чтобы отплатить за тёплый приём, она помогает в досуговом центре для украинских детей-беженцев. Лена продюсер и раньше училась в Венгре, поэтому жизнь в Будапеште не кажется ей столь чуждой. Решение уехать пришло к ней практически сразу после начала войны. Лена открыто осуждает российское вторжение, позиция, за которую многие россияне считают её предателем. Я бы хотела сказать, что лично я не имею ничего против страны. Я говорю о государстве, той бюрократии, что решает за нас. Я не украинка, я россиянка и не буду никем другим. В начале войны был закрыт один из последних бастионов свободных российских СМИ, телеканал «Дождь». Заместитель главного редактора бежал в Литву. Дмитрий Еловский говорит, что сейчас в России практически невозможно работать журналистом. Но уезжать ему было очень тяжело, даже когда его коллеги получали угрозы. Для меня это было очень трудно и грустно, потому что я провёл месяц в России, уже зная, что уеду. И этот месяц был полон печали и прощания. Я как будто собирал всё с собой, будто собирал воспоминания в своём сознании. Сейчас Дмитрий работает на YouTube-канале проживающего в Швейцарии российского бизнесмена Михаила Ходорковского. Здесь он может говорить, что происходящее в Украине – это война, за что в России ему может грозить уголовное дело. Но он чувствует, что, будучи журналистом, не сможет вернуться на родину, пока Владимир Путин находится у власти.